Мы работаем для вас! Поддержи наш проект! Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления! Кого-то такие кадры могут напугать, а для Хусейна Кутумова это обыденная практика. Уже более 15 лет он один из немногих в стране специалистов по руке, лечению заклинаниямейской раны и сунны. А началось все еще когда молодой Хусейн учился в мадресе. Были такие случаи, что в мадресе, в котором я учился, приезжали тоже мусульмане, у которых были проблемы с этими вот сущностями, с джинами. И, как сказать, кто не боялся этого, тот помогал им, старался тоже почитать им рук я, насколько хватало знаний. А в дальнейшем уже как бы об этом люди начали узнавать постепенно и пришлось заниматься этим, вплотную изучать этот вопрос. А ведь когда-то мальчик из села под Тобольском и не думал, что будет заниматься руки. Способности к изучению религии в нем увидела бабушка и отправила в мадресе. Но, вероятно, даже она не могла предположить, что ее внук станет известным на всю страну экзорцистом. Сегодня специалистов, подобных Хусейну, мало не только в России, но и вообще в мире. А вот пациентов у Тумбова хоть отбавляй. В основном обращаются традиционные мусульмане, татары. И бывает и Азербайджане, и других наций. Бывают даже этнические христиане обращаются. Так как им тоже бывает нужна помощь, и им некуда обратиться в церкви. То есть в церквях тоже не везде этим занимаются. Не каждый человек, не каждый шейх, не каждый священник берется за это дело. Так как бывают тоже последствия. Многие опасаются за свои семьи, за себя в дальнейшем, чтобы их тоже не постигло такое отмщение от джинов, от шайтанов. Такие люди, потому что они тоже находятся под угрозой. Поэтому не все занимаются. Не каждый шейх, не каждый человек, который отучился. Многие могут знать рухья. Многие могут читать эти рухья своим семьям и самим себе. Но не каждый из них берется лечить всех людей, чтобы к ним приезжали один за другим с разных концов страны. От подобного воздействия не застрахован никто. Хусейн знает случаи, когда порчу на людей наводили их родители. Нередко же сихр исходит от самих джиннов. Обычно Кутумов сразу спрашивает о симптомах и уже по телефону понимает диагноз. Основные симптомы сглаза, когда человек очень его постигает как бы постоянная сонливость, хроническая усталость, зевота постоянно, плохие сны. То есть каждую ночь он спит с кошмарами. Ему снятся разные преследования животных, змеи, допустим, или людей. Либо что-то за ним гонится. Тоже один из признаков сглаза. После этого Хусейн в зависимости от заболевания подбирает метод лечения. Исходя из рамок шариата, допустим, если ко мне приходит мужчина, я могу повылить на него руку. На то больное место, где у него болит. И читать руку поплевывая туда. Вот. Если приходит женщина, она обязательно должна приходить покрытая в хиджабе, как вот в платке. Все части тела должны быть закрыты, без украшений, без краски, без макияжа. Женщины приходят, когда они приходят, они должны приходить с Вали. То есть Вали это тот, кто близкий родственник к ним. Либо муж, либо отец, либо родной брат. Вот. Женщин стараемся не трогать, не прикасаться к ним. Так как в этом тоже есть фитнес, искушение. Ну смотря тоже по возрасту. Бывают бабушки приходят, можно поставить руку им на голову и читать руку. Либо там у них рука болит, или колено болит. Тогда, думаю, ничего страшного, если поставить руку. Воздействия от этого на самом деле больше многие чувствуют. У всех по-разному. У кого-то нет никакого чувства, когда вот ставят руку. У кого-то начинает сразу ощущаться, как будто большой магнит в голове начал вращаться. После сеанса, либо во время сеанса, я у них спрашиваю, что вы чувствуете, где чувствуете. Чтобы уже более направленно читать, подбирать аяты. Допустим, если человек жалуется на живот, на желудок, стараемся подбирать аяты про сихр, либо наказание живота, где говорится про наказание живота в Коране. Тогда воздействие руки значительно увеличивается. Но не всегда удается распознать болезнь сразу. Доходит и до смешного. Обращается ко мне однажды брат, мусульманин, говорит, брат, когда можно приехать, мне нужно почитать жене, что-то она себя странно ведет. В итоге они приезжают вдвоем, он ее привозит из Казани ко мне в Буинск. Читаю в руку я, и оказывается, джин сидит не в его жене, а в нем самом. У него начали ноги подпрыгивать. Но Хусейн своим примером показывает, работа экзорциста не для слабонервных. Иногда бывает вовсе не до смеха. Один из одержимых пытался меня схватить или схватить колонку, в которой я читал. При этом он пытался это сделать через свою футболку. Руку засовывал под футболку, чтобы схватить колонку, убрать ее. То есть они редко бывают, что могут. Но бывают такие случаи, что могут ударить, что-нибудь кинуть, какой-нибудь предмет. Травмироваться не приходилось, вахамдан, да. Но бывало, что получало по голове кулаком. Однако лучше, если одержимый попытается нанести удар по колонке, нежели травмирует своих родных. А ведь многие, по словам Хусейна, долгие годы живут и не подозревают, что члены их семьи сглазили или он одержим джином. Тем не менее, есть признаки, по которым можно распознать такие случаи. Самые такие скрытые симптомы, которые обычно явно не проявляются у человека. Явно может не сказать, что я схожу с ума, допустим, что-то со мной происходит сверхъестественное, полтергейс какой-то. Эти случаи понятны, но есть такие скрытые симптомы, которые человек может относить к чему-то другому. Своим физиологическим каким-то процессом, нарушением обмена веществ. Бывает так, что даже эпилепсия в большинстве случаев – это одержимость джином, эпилепсические припадки. А бывает, что смешение, то есть эпилепсия, причиной его бывает смешение разных жидкостей в крови, допустим, мочи и гноя. Самые такие скрытные симптомы бывают постоянно усталость, вялость, сонливость, плохие сны, зевота постоянно. Явные признаки – это уже видно по разговору человека, по его поведению, по изменению его отношений с родственниками, с близкими людьми. Смотря что у него, какой сихар, какая порча. Допустим, если сделали на развод среди супругов, между супругами, то появляются признаки того, что ему сделали на развод. То есть у них резко меняются отношения, отвращение друг к другу появляется. Бывает визуальное отвращение, бывает такое эмоциональное, какое-то раздражение вызывает супруг. Хотя до этого они этого не наблюдали, нормально у них было все. А в основном скрытые признаки – это мурашки по телу бегают в разных частях тела. Не обязательно из-за холода, просто даже вот человек сидит, у него по ноге пошли именно по одной части тела, а по левой стороне чаще всего идут мурашки, либо пульсации, нервные тики по телу ходят. Зачастую джинны могут быть там, где мы и не подозреваем, а порой существа влияют и на всю жизнь человека. По моему опыту, вот эти джинны, шайтаны, эти существа, они вплотную занимаются людьми. Они между собой тоже своих обрабатывают джинов, чтобы они становились на пути сатаны. Они обслуживают колдовство, также делают сами колдовство. Они заходят с глазом, они, бывает, влюбляются в человека. Пробок Мухаммад, С.А., говорил, когда кто-нибудь из вас раздевается, снимает одежду, пусть говорит «Бисмиллях и лави, ла-иляха и ла-гуа», или хотя бы «Бисмиллях», чтобы в этот момент Аллах Всевышний его скрыл от взгляда вот этих существ, этих джинов. Так как противоположный пол джинов может влюбиться в человека, в основном это бывает с молодыми девушками, которые любят смотреть, часто стоять перед зеркалом, украшаться. В этот момент могут джины, или в ванной тоже, или в бане джины могут в этот момент наблюдать. У них тоже есть свои шахалаты, вот эти страсти, как у людей. Им нравятся тоже вот человеческие особи, тоже им нравятся противоположные полы. Они могут влюбляться и заходить. Могут зайти в определенный момент. Этого ожидают они в определенный момент, когда человек в сильном гневе или в сильной печали, в депрессии, либо сильно испугался, резкий испуг, либо когда он делает харам какой-нибудь, или смотрит харам. Хусейн говорит, лучший способ защитить себя от порча или сглаза – соблюдать требования ислама. Те, кто отстраняются от греховного, приносят покаяние и стараются исполнять приказания Всевышнего, уже находятся под его защитой. Игорь Рябцев, Анвар Тушаков, Олив, Тобольск.